На льду встретились хоккейные команды из Сочи и Екатеринбурга. Гости Олимпийской столицы уже с начала первого тайма стали резво забрасывать шайбы ворота снежных барсов. Второй период начался уже со счетом 4-0 в пользу автомобилиста и буквально через минуту ворота сочинцев вновь были распечатаны. Барсы принимали голы практически от каждого екатеринбуржца, пропустив до конца второго тайма еще 9 шайб. Защита у них так нормальная, нападение у них тоже нормально, но только вратарь чуть-чуть слабоватый. В начале третьей 15-ти минутки сочинцам все-таки удалось забросить ответную шайбу, автомобилисты же провели еще 5 голов. Итог встречи 19-1. За ходом матча наблюдал и знаменитый арбитр, отсудивший более тысячи матчей в НХЛ Пол Стюарт. Игра юных хоккеистов ему понравилась. Я решил сегодня понаблюдать за игрой будущих российских, олимпийских и национальных команд. На самом деле здесь не важен счет. Я вижу, как они быстры, как владеют клюшкой и шайбой. Меня это радует. Это очень важно. В Сочи такая историческая арена, принимавшая зимние игры, теперь доступна для начинающих спортсменов. А это уже фигуристки из Тамбова. Занимаются они на тренировочной арене. Некоторые спортсменки с Сочи уже знакомы. 11-летняя Лилия Лавринова часто приезжала сюда отдыхать с родителями, но впервые приехала в составе команды на смену во Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. Здесь нам очень понравились наши педагоги и вожаты. Лед здесь хороший, учеба, 4 урока нам всем очень понравилось. Но большая всего радость – это не сдают домашних заданий. В центр приехали 4 команды спортсменов по фигурному катанию на коньках и 5 хоккейных. Впервые на тренировки в Сочи прибыли и лыжники. Занимаются они не только на ледовой арене, но и катаются по Олимпийскому парку и набережной. Пятая смена завершится 24 ноября, а уже 1 декабря центр встретит новых 200 спортсменов, в числе которых будут и керлингисты.